Всем привет, друзья! Я уже пару дней пытаюсь затрачивать стойку на руках, все идет довольно сложно. У меня прямой стойки все равно не получается, получается банан и то от стенки. Саня говорил, что он в Англии мог простоять 7 секунд на руках, то есть у него получалось. Посмотрим, сейчас пойдем в зал, сможет ли он вообще сейчас простоять, уже довольно долгое время прошло. Если сможет, покажет мне мои ошибки и возможно мы сегодня научимся стоять. Но перед началом ролика я бы хотел вам порекомендовать МСМ, глюкозамин и хондроитин. Это такие таблеточки, которые, капсулы точнее, которые помогают вам восстановить ваши суставы. То есть если у вас начали болеть суставы от больших весов, они разрушаются и нужно их лечить, восстанавливать. То есть вот эти капсулы помогают вам восстановить ваши суставы. Если у вас началось это, то обязательно заказывайте в MyProtein, ссылочка в описании. Короче, пришел в зал, а оказалось у меня шортов нет. Приходится в джинсы к тебе ходить. Сейчас Санек будет первый раз пробовать стойку на руках, ну за долгое время первый раз. Как думаете, сможет или нет? Я думаю, нет, потому что надо тренироваться каждый день, чтобы ее выполнять нормально. А он уже не сможет, скорее всего. Сколько месяцев прошло? Когда я даже пытался, я не умел даже. Саня, короче, не умел, говорил 7 секунд где-то стоять. Ну, где-то так, да, вот 5-7 получалось. Ну, короче, посмотрим сейчас. Да, руки прямо держи в локте. Посмотри, видишь, надо руки прямо держать абсолютно. В плечах максимальных вытянуть. Грудь наоборот в себя втянуть. И то есть получается, немножко руки вперед, и ногой вот этой загибли. Офигенно у тебя получается? Нет, получается. Техника, заеби же. А, нормально придумал. Я так и понял, что, конечно, ими очень легко балансировать. На максимум выпрямь вот тут. То есть вверх вообще, да. Грудь наоборот, скрути вниз. И да, вот этой ногой закидываешь. Пытайся, короче, одной ногой удержать баланс. А вторую потом подвести. У меня такое чувство, как будто вообще нереально научиться. Нет, знаешь, такое ощущение, что вот этот баланс очень тонкий. Да. Не понимаешь, как его держать? Немножко перегнешь и назад улетишь. Да, не метр, вообще. Не догнешь, не встанешь вообще. Это вред. Хорошо стоит. Сзади стены уберем на видео, нормально. Блин. Я могу, если оторваться от стены, то где-то одну секунду просто и все. Больше не могу. Ну, одна секунда это... Это жестко, не знаю, что делать. Прям закидывай на максимум мне сет. Не бойся, мне тоже было стрёмно. Ну, ты дальше стенки не улетишь, блин. Это логично, я боюсь, что у меня руки расставятся и обвисы летят. Не, не, не будет такого. Я тоже боялся. Со всей дури прям кидай туда. Блин, ну как бы руки-то расслаблять не надо было, братан. Ты их держать должен. Я тебе говорю, что ты как-то. Я как только упираюсь куда-то, блин. Это ставим, потом цифра. То есть смотри, короче, максимально напрягаешь руки. Ставишь их вот таким образом, чтобы как бы вот тут пространство было. Зашибись, да? Неумеющий, учит, как делать. Вот, короче, пространство, чтобы было, чтобы ты мог балансировать руками. Потом ты руки не расслабляешь, когда ты вверх взлетаешь. Ты взял их, расслабил, короче, и упал божкой в плитку. То есть ты держишь максимальное напряжение. Вот этой ногой левой отталкиваешься. Ребята, вам стремно делать об стенку, и вы не мутаете так, как я. Просто делайте без стенки. На самом деле, без стенки, мне кажется, сложно научиться. Ты все время будешь недобро делать. Блин, говез, у тебя нога хрустит, что ли? У тебя чуток. Походу, суставы, брат, разваливаются. Глюкозамин заказываем на MyProtein? Надо точно. Я как раз рекламу тут делал в начале. Глюкозамин. Так что заказывай. У меня есть один покупатель. Парнем пора. У него суставы уже разваливаются. Сейчас Санек попробует еще раз. Мы уже скорую вызвали. Так что все нормально. Давай. Тупо руки не расслабляй. Если что, запомните меня хорошим. Да, руки не расслабляй, ни в коем случае. Напряги их максимально вверх. И, короче, на уровне плеч должны руки стоять. Во, давай. Ну, блин, ты прикалываешься? Почему-то руки расслабляешь. Я все на этом слабляю. Ну, ты даешь. Я стукаюсь об стенку, и у меня почему-то руки начинают расслабляться. Я в этот раз еще напрягал, поэтому у меня... Это бред какой-то дай. Так, прямо стоял? Друга пускай. О, блин. Хорошо. Плечи, ну, не можно накрываешься датом. Да, сейчас. Да, сейчас. Задежем. Держим. 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 Ну, ты болтаешься. Вот что стоят. Я, видимо, сосиска. Держим. 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 Чуть-чуть нас. Короче, сложно это дело, ребят. Будем работать, Санек, ты очень хочешь научиться на стойке стоять? Конечно, ну, сейчас, конечно. Будешь работать? Естественно. Будем работать, короче. Я с тобой, ребят. Давай, короче, за две недели поставим цель. Нужно научиться хотя бы 3-4 секунды стоять. За две недели? За две недели. Будем топить. Будем топить каждый день просто. Ну, давай, за две недели надо 3-4 секунды стоять. Сегодня какое? 25-е число. Сейчас покажем. Значит, через две недели мы должны сделать... Сегодня, да, 25-е. Мы должны сделать бигу. Я уже начал тренироваться позавчера, поэтому... Санек, приступай. Да, нет, нормально. Все, хорошо, хорошо. Давай регулируем. Вот, вообще, вот так. Так, тема. Вот сейчас. Ну, это все. Да, все. Ну, ладно, все. Короче, что, у меня такая проблемка, меня кассет направо. Там, получается... Какое-то выравнивать без темы? Вот, вообще, не что право, честенцы. Хочешь на право спориться? Возможно. Возможно, проблема в том, что у меня есть небольшой сколиоз, и поэтому, как бы, одна часть спины сильнее, другая слабее. И поэтому, не знаю. Либо правая слабее немножко. Либо правая рука слабее плечо. Поэтому отдельную программу на правую. Кстати, да. Кстати, да, слушай, когда я жим делаю, у меня всегда правое плечо отказывает. Да, и у меня... Первое. То есть правое почему-то первое отказывает. Короче, такая тема была, когда Санек меня прямо поставил, у меня такое ощущение было, что я вот так стою. Как будто он меня сейчас отпустит, я упаду назад. Сейчас посмотрим, как он будет. Получится ли у него, либо какие ощущения будут, он расскажет. Что ты вообще почувствовал? То есть сводила, еще что почувствовал. Ну, как бы вот от спины отдала как-то вот сюда. Когда я тебя прямо держал. Знаешь, когда плампу держишься? У тебя ощущение было, что ты прямо держишься? Нет. Не было? То есть тоже, да, как будто вот. А я тебя прямо держал. То есть я не знаю почему. А ощущение такое, как будто ты стоишь три. Короче, если хотите прямо стоять, то у вас должно ощущение быть, что вы не прямо стоите. Ну, по-моему. В этом ключ, короче, залог успеха. Ну, точно, когда мы уже научимся делать эту броню, тогда мы вам точно скажем хорошие советы, пока они такие дебильные немножко. Сейчас говно кует. Кстати, у меня в Инстаграме новый видосик вышел. Про руки-базуки Кирилл Терешин. Я знаю, что это устарело, но смысл не в этом на самом деле. Зайдите, посмотрите смешное видосик. Теперь еще будут видосики о том, как мы падаем на стойки. Да, теперь еще видосики будут. Вот, все. Заходите, подписывайтесь в Инстаграм. На Санька тоже подписывайтесь. Ссылки будут в описании, вот здесь где-то. Пока. Точнее, и в описании здесь где-то. И в описании здесь где-то. Пока. Всем пока. До свидания. Интересно, они до конца смотрят? Не знаю. У меня такое ощущение, что никто до конца не конец. А вы до конца смотрите? Если смотришь до конца, ставь плюсик в комменты. Ставь плюсик, пиши, смотрю до конца. Потому что если ты не посмотрел, то ты не напишешь комментарий. И мы посмотрим, сколько комментариев будет, да? Все, пока. 20 тысяч комментариев. Все, пока, пацаны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok